МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ирина Савосина, фотохудожник. Уроженка Калининграда, много лет живет и работает в Могилеве. Фотокорреспондент газет, участник фотоклубов и международных выставок и проектов. Работы экспонировались в 20 странах мира. Я думаю, что есть судьба, которая ведет человека по жизни и ведет иногда очень сурово. То есть даже хочется что-то изменить, и кажется, что реально выйти куда-то влево-вправо, а тебе говорят, откуда-то сверху, так скажем, что иди прямо, вот это твой путь, а сюда влево-вправо не надо отклоняться, потому что это неправильно. И тогда ты начинаешь уже более серьезно прислушиваться, присматриваться, в чем смысл жизни, зачем все это нужно. И понимаешь, что иногда тебя очень мудро так в спину подталкивают, опять же, откуда-то сверху, и показывают, что вот это твое, а это не твое. Ну, наверное, фотография все-таки, хотя в детстве мне хотелось быть кондитером, археологом, историком, а потом очень я мечтала быть астрономом, открывать новые звезды, смотреть на небо, искать кометы. Но судьба так распорядилась, что я пошла на станцию юных техников в городе Калининграде, в фотокружок. И все, и фотография меня увлекла, затянула, и я уже в 17 лет, я была фотокорреспондентом областной газеты в городе Калининграде. Ну, мир, этот очень интересен. И знаю, это все люди как люди, но здесь необходимы большие знания. Вот просто большие знания, и иногда такой, так скажем, ядовитый на язычок, и надо всегда быть начеку. Это тоже очень хорошая закалка, потому что они тебя учат, вот задавая вопросы, подкалывая, подкусывая. Иногда, конечно, это очень доброжелательно, но, тем не менее, они тебя вот этим держат в форме. Мне не очень хотелось сюда ехать. Ну, а потом история города, наверное, мне все-таки очень понравилась. Я осталась. Работа обросла новыми знакомыми, появились новые друзья, а это очень важно, друзья. И город этот стал мне очень близким, и история города меня просто восхищает. Радует, конечно, то, что Могилев становится чище, ярче, аккуратнее. Очень печалит то, что не хранятся какие-то старые здания. Вот такое обаяковое, вот как мы говорим тут в обиходе, обаяковое отношение к этому очень печально, очень, потому что город не может похвастаться какими-то такими очень старыми, красивыми уголками. Разрушены войны, потом разрушены уже после войны, к сожалению. Я понимаю, что не нужно хранить все, не нужно погружаться сильно в прошлое, надо смотреть в будущее, но это все должно быть очень разумно и гармонично. Но сохранять уголки необходимо. У фотографа другой взгляд. Если я говорю просто как горожанка, что мне что-то там не нравится, то как фотограф, это можно снимать все. Это рассвет, закат, сочетание фонаря какого-то здания, неотражение в окне и так далее. То есть это любой уголок города может фотографироваться. Это зависит уже от внутреннего состояния и от состояния освещения в данную секунду, в данный момент. Оно может быть просто уникальным и снимок может получиться неповторимым. И можно будет там вот говорить, снято это в Могилеве или нет, потому что это может быть неузнаваемым, но интересным. Во-первых, репортаж – суперсложное дело. Просто суперсложное. Мы ведь снимали фоторепортаж черно-белой пленкой, когда ты не видишь на мониторе, что там. То есть снимаешь вслепую, и тебе нужно, чтобы и мимика, и жесты. Все было красиво, все было гармонично. Это очень большое напряжение. И если сегодня этот репортаж исчезает, хотя техника позволяет снимать и смотреть, и видеть, то только потому, что, наверное, людям лень этим заниматься. Просто лень. Если надо зарабатывать деньги, конечно, легче поставить, сделать милые улыбки, сказать слово «сыр», и это все будет замечательно, и снимок будет хорошим. Тем более, если говорить, например, о свадебной фотографии. Конечно, люди деньги платят, и они хотят получить себя красивыми. Какой тут репортаж. Сегодня это все. Чик-чик, селфи готов. Ты красавец там сам себе, режиссер и так далее. Все это очень быстро. Насколько это хорошо. Ну, селфи мне не нравится, честно скажу. Не люблю. Я предпочту других людей фотографировать, делать хорошие снимки, насколько это мне дает возможность делать. Смотришь ретроспективно вглубь Могилевской фотографии, понимаешь, что фотография здесь была активной очень давно. Начиная с 1864 года, когда и женщины имели свои фотоателье, что очень приятно. И первый фотохудожник в Могилеве, кстати, был в 1910-е годы. Для нас это было открытием. Это Иосиф Сгерский, который жил под Могилевым. К сожалению, снимков мы его не нашли. Но есть очень много публикаций в старых фотографических журналах, где он указан среди победителей конкурсов в Царской России. А среди победителей всего пять имен. И один из Могилева. Скажем такую обыкновенную фразу, что большое видится на расстоянии. И если раньше люди это не ценили, как это часто бывает, когда очень коротенький промежуток времени проходит, то, когда проходит сто лет или шестьдесят лет, или семьдесят, то это интересно. И нам интересны те фотографии, сделанные в фотостудии. Там люди сидят, почти прикованные к этому креслу, чтобы сделать хорошую фотку. Снимки эти очень сильно отретушированы. Это мало кто знает. Но все равно они восхищают этим каким-то спокойствием, усидчивостью, наверное, людям это нравится, потому что мы другие. Мы не сможем не такими быть, не так сфотографировать, не так сами сфотографироваться, ну, если там сделать какую-то подделку. А так это невозможно, это ушло. Наверное, это и восхищает. Тем более, вот старый город, он тоже же интересен, потому что он очень сильно изменился. Интересно посмотреть, а что здесь было, как это выглядело, а узнаем ли мы, какая-то улица, это кусок Первомайской или это какой-то с соседней улицы кусочек. Я думаю, что это очень интересно. Наверное, больше смотрели тексты. Потому что фотографии нам говорили, сверху снимать нельзя. То есть я знала, что на таком-то предприятии я не могу забираться на лестницу или снимать с какого-то окошка. Просто этот снимок не поставят на полосу газеты. Наверное, это несло какую-то важную информацию вид сверху. Ну, сегодня съемки из космоса, это смешно говорит. Но тогда так считалось. Я так думаю, что это была какая-то очень важная информация. Вид сверху на какое-то предприятие. И это было запрещено. Человек представляет себя, делает свой образ, да, и он хочет быть похожим на этот образ, придуманный им. А я вижу человека по-своему. Когда я фотографировала достаточно пожилого человека, ветерана войны, делала портрет, чтобы и глаза были, и морщинки, все-таки человек много лет, и все это достойно, очень красивый портрет. Он пришел и сказал, а что ты из меня сделала старика? И показал фотографию, где он вот такой вот стоит, вот такой малюпасенький на фоне Кургана Славы. Вот такой маленький. То есть его там вообще не видно. Вот я здесь хорош. Я говорю, ну что я могу сделать? Мне не надо снимок на фоне Кургана Славы. Нам нужны портреты вашей глаза и их настроение. Работая в газете, очень большое количество людей, мне это очень интересно. Но в свободное от работы время, конечно, хочется переключиться и поснимать природу. Вот Александр Чижевский, когда он писал свои пейзажи, он говорил, что мне нужен пейзаж без человека. Вот что-то в этом было, наверное, как отдых, как какое-то таинство природы. Которое, несомненно, есть. И мне тоже хочется пейзажи вот время от времени снимать, какие-то, ну, всевозможно, дикие. Их, конечно, трудно найти, но просто вот такую натуральную природу. Я была на Березине и ночевала в Бобруське, и поглядев в окошко, я увидела какой-то необыкновенный рассвет и подъем тумана от земли. Я, конечно, все бросила, побежала к реке и стала снимать. Вот это восхищение таинством природы было просто необыкновенным. Это бывает, ну, раза три-четыре в жизни, вот это вот состояние, когда ты понимаешь, что вот это вот мироздание, ты рядом с ним, человек, вот, не знаю, как ощущение нечто божественного. Ну, ждать на природе приходилось. В той же Могилевской правде, например, мы снимали зубров, которые только привезли первый зубров в Осиповичский район, в такое ограждение. Они там достаточно свободно передвигались, потому что территория большая, и мы стояли на земле и ждали, когда придет это стадо. Но когда это стадо пришло, ждавши там, не знаю, не помню сколько, но долго, вот, мне захотелось взобраться на крышу здания, потому что это было страшно, когда бежит такая вот массивная такая вот животная масса, а заборчик-то там вообще такой вот худенький, слабенький, деревянный, если они захотят, они все это снесут. Ну, все было там предельно нормально, но я дождалась этих зубров, но потом я все равно забралась на крышу здания, только потому, чтобы снять вот красиво сверху. Нет, ну, нос другой не надо делать, и другое лицо не надо делать, и Джину Лолу Бриджиду тоже не надо из какого-то делать, это смешно, вот. Но что-то подправить необходимо, а потом я хочу опять повторить, что ретушь была всегда, и во всех фотостудиях были художники-ретушеры, вспомним даже нашего могилевчанина Андрея Деньера, который жил в XIX веке и уехал в Петербург, и покорил его, и сделал очень много фотографий известных людей царской России. У него ретушером был Иван Крамской. Хотелось бы сфотографировать героя нашего времени, человека, который, во-первых, любит землю свою, смотрит на мир широко, которому интересно работать и жить, и не грести все под себя. Вот такого человека мне бы хотелось фотографировать. Камеры, конечно, многое зависит, потому что это техническое средство, которое позволяет немножко больше, лучше видеть, если оно качественно. Это очень важно. Но если нет в душе ничего, то сделать фотографию невозможно. То есть это должен быть, во-первых, внутренний настрой, желание. Что еще для фотографа нужно? Не знаю. Наверное, любить все. Насколько это вообще возможно? Потому что, ну, это такая фраза, конечно. И все-таки надо любить. Человечество должно усовершенствоваться, что от каждого зависит на этой земле очень многое, чтобы улучшить этот мир. А чтобы улучшить его, надо в первую очередь улучшать себя. Смысл жизни в самой жизни, чтобы в ней учиться каждый день. Жизнь для того нам и дается, чтобы человек шел, учился, узнавал, познавал. Пусть ошибки, пусть он падает, ошибается, но он должен учиться каждый день на себе, на всем окружающем. Любите друг друга, улыбайтесь, снимайтесь, фотографируйтесь, чтобы оставались хорошие, радостные снимки в этой жизни. И на память потомкам. Любите свою родину и землю тоже.